Привет, друзья! С вами снова Марк Рыбак и видеоблог Смена. И сегодня я хочу поговорить с вами о черно-белой фотографии. Дело в том, что фотография родилась черно-белой. Это ее первозданное состояние. И несмотря на то, что попытки получить цветное изображение предпринимались уже через несколько лет после изобретения фотографий, в общедоступный обиход цветная фотография вошла только во второй половине 20 века. И тогда, конечно, все решили, ну все, конец черно-белой фотографии. Кому теперь нужна эта тональная гамма, если есть цвета? Тем не менее, сегодня в художественной, профессиональной фотографии черно-белая съемка занимает не меньшее, а может даже и большее место по сравнению с цветными снимками. И сегодня мы попробуем разобраться, почему так. Сегодня мы попробуем разобраться, зачем нужно снимать в ЧБ, как это делать и какие именно фотографии должны быть черно-белыми. Давайте начнем. Итак, друзья, во-первых, все, что я сегодня скажу, это мое личное субъективное мнение. То есть сегодняшний выпуск не основан на каких-то книгах, каких-то учебных материалах или каких-то мыслей великих фотохудожников. Этот выпуск основан на моем личном опыте, он субъективен, и поэтому не факт, что он на самом деле такой уж абсолютно правильный. Дело в том, что на заре моей фотографической карьеры я просто переводил в ЧБ все снимки, которые были идентифицированы мной как художественные. Потом на протяжении определенных лет с получением определенного опыта, прочтением некоторых книг, общением с коллегами и так далее, я понял, что далеко не каждый снимок может быть черно-белым. Далеко не каждый снимок можно перевести в ЧБ. И сейчас мы с вами попробуем разобраться, какие именно снимки действительно должны быть выполнены в тональной гамме. Первое, это когда снимок изначально создан монохромным, то есть он снят в цвет, но цвета там как такового и нет. Это какие-то снимки, которые сделаны в пасмурную погоду или в туман, когда они в принципе серые и сохранять там цвет нет никакого смысла. Конечно, лучше их перевести в ЧБ и, возможно, они даже будут более выразительны при этом. Второй момент, это снимки, где цвет есть, где он как-то себя ведет, но он не работает в кадре или иногда даже бывает так, что он даже мешает. То есть, если вы, например, сделали снимок, где у вас на заднем плане есть какой-то очень яркий фрагмент красный, оранжевый, еще какого-то цвета, который выделяется и, например, отвлекает внимание от основного объекта, то лучший вариант перевести такой кадр в черно-белый, чтобы потушить вот этот вот факел, который у вас там горит на заднем плане. Поэтому тут уже либо цвет не работает, просто мы переводим снимок в черно-белый, либо мы вынужденно переводим снимок в черно-белый, потому что у нас есть определенная цветовая помеха где-то на заднем плане. И третий момент, он тоже, можно сказать, вынужденный, и он связан у нас с балансом белого. Когда у вас в снимке несколько источников света разной спектральной температуры, между ними возникает определенный конфликт. Это очень легко заметить, если у вас, например, портрет, и часть портрета освещена там светом дневным от окна, а часть там лампами накаливания, да, то есть у вас одна половина лица будет зеленоватая. Конечно, в таком случае, чем биться, бодаться с этим балансом белого, проще перевести снимок в черно-белое состояние. Но это уже, скажем, прием вынужденного создания черно-белого снимка, не потому что так важно для вашей композиции, а потому что вот у вас есть некоторый пролет в балансе белого. Почему черно-белая фотография до сих пор так привлекательна? Это, опять же, мое субъективное мнение, но я думаю, потому что она более вдумчива. То есть цвета вызывают у нас молниеносные эмоциональные реакции. Черно-белая же фотография, ее интересно долго разглядывать, рассматривать детали, погружаться внутрь композиции, тогда как цвета, они наоборот, рвутся наружу. Это момент номер один. Момент номер два, мы все-таки видим цветно, поэтому для нас черно-белое изображение, это все равно что-то иное, это какая-то попытка иного взгляда на реальность. Поэтому, конечно, черно-белая фотография до сих пор котируется, и во всех фотоконкурсах какие-то высокие места обычно занимают сегодня черно-белые снимки. Когда я снимаю, я уже глядя в видоискатель, знаю, что сейчас делаю черно-белый снимок. Я всегда снимаю при этом в цвет. Дело в том, что у меня очень хорошее чувство тона, и в художественной школе, когда я учился, то по графике я получал оценки лучше, чем по живописи. И поэтому я, в принципе, могу уже на входе видеть, какой снимок будет черно-белым. Если вам это делать сложно, можете включать на камере черно-белый режим. Но при этом тогда снимайте в RAW. То есть я считаю, что всегда нужно снимать в цвет, потому что цветовая информация нам очень нужна на обработке. То есть на обработке нам может понадобиться вытащить какие-то детали из цветовой информации. То есть всегда снимайте в цвет, и только уже потом при обработке делайте изображение черно-белым. Или же снимайте в RAW. Когда вы включаете RAW и включаете черно-белый режим, то RAW все равно пишет всю информацию. Просто он превьюшку вам на мониторе показывает черно-белую. Поэтому вот такие вот мои рекомендации по этому поводу. А сегодня с вами был Марк Рыбак, видеоблог «Смена». Подписывайтесь на мой канал по вопросам съемок и обращайтесь в контакты в описании. До свидания.